Добро пожаловать на мой канал и сегодня я вам расскажу о, наверное, любимейшей моем бренде. Это минеральной косметики марка Sleek. Очень известный бренд и у меня три палеточки. Первая палетка у меня Storm, вторая палетка у меня Candy и третья палетка у меня Oxo Special. Также у меня есть двое румян в оттенке Pixie Pink 936. Вот такой яркий оттенок, очень холодный, матовый. И румяна Sunrise в оттенке 924. Это румяна Хамелеон, невероятно красивые и я просто их обожаю. Я думаю, что эти румяна подойдут в основном девушкам, у кого смуглая или средний тон кожи, но на моей бледной коже они тоже смотрятся неплохо. Здесь также есть мелкие блёсточки, то есть этот продукт шиммерный. Очень превосходный оттенок, мне очень нравится. Он играет и играет он по-разному. То на ваших щёчках смотрится золотисто-розовый оттенок, то розово-коричневый. С золотистым отливом очень красивый, невероятный оттенок. Я его просто-просто обожаю. Качество великолепное и продукт прекрасно растушевывается. Очень нравится. И этот оттенок у меня Pixi Pink. Это матовый оттенок, достаточно такой яркий. И я думаю, что в летнее время он абсолютно не подходит. А именно зимой он будет смотреться великолепно на светлой коже. Но сейчас я опять очень люблю именно осенние оттенки продукции. Это тёплые оттенки теней. Также использую в основном холодные. Но очень люблю, как я вам уже рассказывала, тёплые оттенки. И этот оттенок я сейчас очень редко использую. Несмотря на то, что он очень красивый. Но оттенок Sunrise мне нравится больше. И следующее, что я вам покажу, это палетка Oxus Special. Она очень известная. Здесь такие вот натуральные оттенки. Палетка очень хорошая. Но единственное, мне не очень нравится, что здесь два оттенка именно розовые. Это лососевый цвет. Один более такой нежный, второй более яркий. Все оттенки очень хороши. Здесь есть матовые оттенки и шиммерные оттенки. Тени невероятно мягкие. Очень хорошая пигментация. Но всё же они осыпаются. Если кисти очень дешёвые, тогда очень тяжело с ними работать. Просто невероятно тяжело именно наносить и растушевывать. Ну, с растушевкой ещё ничего. А вот наносить на кисти мне не очень нравится работать с ними. Есть кисти очень дешёвые. У меня есть кисти очень дешёвые. С самого такого китайского набора я пробовала. И не очень понравилось абсолютно. Но если кисти уже дорогие, хорошие набитые, если они очень мягкие, то превосходно передают пигментацию. Хорошо тени ложатся, великолепно растушевываются. То есть сами тени, они по себе, текстура очень приятная, очень нежная и очень красиво смотрится на глазах. Следующая палетка у меня любимейшая. Это Candy. Она у меня появилась совсем недавно. Это лимитированная версия. Здесь очень яркие, красивые оттенки. Единственный оттенок, который я не люблю, это вот такой голубой. Он достаточно такой тёплый. И сочетаю его только в основном именно с чёрным оттенком. Потому что мне нравится он, как он смотрится на моих зелёных глазах. А если в дуэте со стрелками или просто я использую чёрный оттенок вместе с ним, то есть в складочку наношу, тогда смотрится неплохо. Но единственное, я бы, наверное, заменила для себя вот этот оттенок голубого цвета. Также можно использовать в качестве подводки очень яркие оттенки, замечательная пигментация, хорошая отдача. Также здесь палетки и шиммерные оттенки. В принципе, оттенки очень красивые. Но кроме вот этого голубого, не очень я люблю тёплые оттенки. Бирюзовы на своих веках мнения не идут. Лучше бы я заменила этот оттенок ярко-ярко-синим, как оттенок индиго. Он мне нравится больше и подходит больше. А голубой совсем не идёт. И следующая палетка, это палетка шторм. Здесь очень красивые тоже оттенки. Можно делать дневные макияжи, вечерние. Но единственный, наверное, минус в том, что она достаточно такая тёплая. И в основном в компании Sleek палетки у них или для осеннего цветотипа, для весны есть и для зимы. Несколько палеток. В принципе, палетка очень хорошая. Она моя любимейшая. И все оттенки неплохо смотрятся. И больше, конечно же, я использую их в вечерних макияжах. Но и ношу дневные макияжи. Опять же, здесь есть два оттенка, которые мне не идут. Остальные более-менее приемлемы. Это вот такой какой-то сероватый металлический, такой графитовый. Даже в голубизну он как-то отдаёт, что ли. И такой мазутный. Он мне не идёт мазутный. Я предпочитаю в основном чистые какие-то оттенки синего, яркие более. А этот мазутный смотрится на моих веках как грязь. И старит меня этот оттенок. Так, в принципе, опять же, качество очень хорошее. И я всё же советую вам попробовать тени Sleek. Кто ещё не пробовал. Потому что они невероятно мягкие, они очень шелковистые. Правда, они осыпаются. Но всё зависит от ваших кистей, конечно же. И так как вы работаете с ними. Вот такой был обзор. Всем приятного просмотра. Пока-пока. И до новых встреч.